На 8 утра на реке Лена активная фаза ледохода проходит на территории Ленского, Олюкинского и Хангаласского районов. Ледоход объединился. Протяженность ледохода составляет 627 километров. За сутки ледоход продвинулся на 100 километров. Нижняя кромка ледохода находится в районе села Каталдюра. Густой ледоход. На участке Покровский и Кутск-Хангаласы наблюдается подвижка льда и разводие. На реке Алдан активная фаза ледохода проходит на территории Усть-Майского, Тампонского, Татинского и Усть-Алданского районов. Протяженность ледохода составляет 925 километров. За сутки ледоход продвинулся на 78 километров. Нижняя кромка находится в густеемой участке у села Дагдал, уровень воды ниже рейки. У гидропоста Батамай Кобяйского района разводие. У села Чариктей уровень воды ниже рейки лед стоит, визуально убывает. У села Кылай густой ледоход. Верхняя кромка ледохода у населенного пункта Усть-Миль, Усть-Майского района. На реке Амга активная фаза ледохода проходит на территории Татинского района. Нижняя кромка ледохода вышла в устье. Верхняя кромка 50 километров ниже села Харбалах Татинского района. Протяженность ледохода составляет 88 километров. За сутки ледоход продвинулся на 50 километров. На реке Вилюй активная фаза ледохода проходит на территории Сунтасского, Ньюрбинского и Верхневилюйского районов. Нижняя кромка ледохода 50 километров ниже города Вилюйск. У гидропоста Хатырык-Хамакабяйского района подвижка льда. Протяженность ледохода составляет 392 километра. За сутки ледоход продвинулся на 50 километров. На реке Колыма, на территории Магаданской области, на участке в устье Середикан-Саимчан ледоход протяженность ледохода 70 километров. Это 525 километров до границы с республикой. Следствие выхода на устье реки Каркадон, это правый приток реки Колыма, кромка ледохода наблюдается в 30 километрах ниже границы Магаданской области и республики. Это 191 километр до поселка Зирянка. У поселка Зирянка местный ледоход. У города Среди Колыма закраины незначительный подъем уровня воды. На реках Яна и Индигирка наблюдается подъем уровня воды, отмечается вода на льду и закраина. В результате усилия паводка в зону затопления попали три муниципальных района. Это Горный, Кобяйский и Мегадангаласский районы. На территории Горного Улуса зону затопления попало 50 дворых территорий, в том числе 12 жилых домов. На территории Кобяйского Улуса в зону затопления попали 72 дворовых территории, в том числе 7 жилых домов. На территории Мегадангаласского Улуса в зону затопления попало 63 дворовых территории. На сегодня в селе Катал-Дюра Хангаласского Улуса тоже в зону затопления попало несколько дворовых территорий. В селях оказания помощи пострадавшим гражданам администрациями пострадавших районов в данное время ведется работа по обследованию жилых домов и формировании обосновывающих документов.